всем привет народ с вами варчик если кто-то не заметил то я фармлю серебром много серебра хочу в ангар поставить все десятки потом будем пилить контент для вас чтобы было уже много контента разнообразного а то все прям танки до прям танки надо как-то расширяться и так вот фармли от такой много серебра вот мне надо много серебра я его фармлю один прям танк попробовал 2 3 4 10 все механики фарма серебра я знаю как чё просчитываются у меня на канале есть видео если кто не видел там рассказано даже по формулам как в игре считается фарм серебра что для этого нужно делать и так далее в конце видео будет на экране ссылочка на тот видосик где все прям досконально по циферкам по формулам рассказано как фармить больше и в принципе как начисляется серебро можете пойти посмотреть если не видели если коротко без всяких формул то нам нужен танк у которого дешевенькие снарядики пушечка не кривущая часто попадает часто пробивает там должен хорошо нагибать в тех руках которыми он играется собственно моими в данном случае у него обязательно должен быть огромный обзор желательно танк не должен превращаться в какашку если мы ставим на него просветленку чтобы обзора было максимально много чем больше обзора тем лучше но некоторые танки до большинства наверно прям танков с нынешней стрельбой конченые по орудию поэтому жалко ставить просветленку и каждый расстрелять коряво это бесит но есть прям танки день и жалко поставить просветленку пушка довольно таки комфортно и по типу там ренегатов по типу прожета который сейчас видите на экране но вот с остальными танками проблемы и в целом с фармом в игре сейчас проблема я вроде бы понимаю что вот что нужно для того чтобы фармить но так сейчас в рандоме получается что фарма практически нет ни на одном танке кроме парочки из всего моего ангара у меня прямо сейчас в ангаре стоит 40 чем-то там прям танков 8 уровня и почти все из них нифига не фармят вообще если ты хочешь играть с комфортом сейчас в рандоме тебе обязательно почти на все танки нужно поставить доп паек все оборудование на точность стрельбы и все равно орудие будет стрелять но не настолько насколько хотелось бы комфортно но более-менее это не все танки некоторые в любом состоянии корявые так вот получается что если ты ставишь доп паек то ты уже изначально не фармишь либо тебе нужно заранее по скидкам подготавливать кучу доп пайков и все равно это выходит что ты заплатишь по 10000 за бой а если не подготавливал то по 20000 и это уже минус огромный кусок фарма а если ты не дай бог еще хоть раз в жизни там стрельнешь хоть один раз голдовым снарядиком то все фарма никакого нет если нет прямо аккаунта нет резервов и так далее то это еще уменьшает 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 твой фарм и на некоторых танках ты дай бог если ты просто не то чтобы фармишь а просто в минус не уходишь потому что сейчас вообще не получается фармить абсолютно если раньше более-менее что-то там фармилась иногда то каким образом сейчас формируются и происходят бои что не фармится вообще ничего не понятно но путем пробы ошибок я дошел снова назад до прожета на котором играл много и сейчас опять начал играть на нем много поскольку это наверное самый фармящий прям танк из всех 40 с чем-то у остальных танков проблемы то с орудием то с точностью то с пробитием то с комфортом стрельбы то со скоростью или он слабый или нет обзора нету такого танка который бы максимально подходил и под геймплей сейчас в рандоме еще и под фарм чтобы он фармил хорошо и нагибал и все сам делал такого танка практически нет следом за прожета идет ренегат ну а дальше для меня честно говоря вообще нет танков которые фармят почти все это это мусор которые не то что не фармят они просто конченые они на половине карт вообще не нужны то один всегда горит то другой в слабый какой-то то не едет то кривой косой короче лт это вообще мусор pt прикольный да есть на них можно принимать участие в бою бахать много урона победы вся фигня но по ощущениям они фармят раза в два меньше чем прожета потому что ты часто стреляешь по чужому засвету и не настолько активно играешь и снаряды большие дорогие кривые и так далее получается что фарма намного меньше какие-то там всратые тяжи ли вот этот сын фарма и так далее это все вообще чепуга она не играбельная вот и получается что из 40 чем-то прям танков которые прямо сейчас есть ничего не выкупая не покупая почти не на чем фармить серебро прям в нынешнее время в рандоме в тех боях которые сейчас проходят с абсолютно красными 45 процентными чубаками дай бог если 12 чела 50 процентных вообще в бою существует абсолютно скилл упал ниже некуда такого слабого комьюнити я не видел никогда хуже чем сейчас картошка не игралась никогда в плане скилла бои просто вот абсолютно дурацкий в любой ситуации на любого чела смотришь на любую ситуацию которая разыгрывается в бою ты смотришь и ты понимаешь что она абсолютно без логики дурацкая потому что играют одни грубо говоря не умеющие играть люди и они творят черти что ибо и такие же но вы возвращаемся к нашим прожитом прожита 46 ст с хорошим обзором фиолетовой просветленкой улучшаем обзор хорошую пушку улучшаем стабилизатором и улучшенным прицелом тоже фиолетовым соответственно стабилизатором и розовым улучшенным прицелом потому что улучшенный прицел это улучшение точности и улучшение стабилизации да конечно можно поставить вентиляцию но вентиляция дает всего по чуть-чуть и в целом ничего получается не совсем то и у нас получается машина для фарма без резервов это танк практически каждый бой фармит у меня лично по 100 тысяч примерно плюс минус зависимости от боя от карт каждый день карты крутятся повторно разные они там меняются есть набор карт который больше подходит под прожита есть набор карт который меньше подходит под прожита в какой-то день я фармлю больше в какой-то меньше в один день у меня на нем средуха 2 200 может быть в другой день 3000 может быть потому что каждый день набор карт который повторяется по кругу каждой 6 карт меняется в какой-то день легче играть в какой-то день сложнее играть но так или иначе в целом это самый быстрый фармер сейчас в моем ангаре так было в принципе и раньше но и на других танках примерно то же самое получалось сделать а сейчас не получается я пробовал разные танки они фармят иногда столько же как про жетто но чаще всего меньше нет стабильного фарма даже на ренегате который я хвалю перехвалю там уже сколько времени даже на нем у меня не получается настолько хорошо и много фармить я даже не говорю про эти 100000 потому что я играю с резервами еще в клане надо резервы включают плюс прям аккаунт плюс прям танк про жетто у меня там и по 200 тысяч бывает забой но в целом 100000 есть практически всегда а то и 150 но в целом фарма очень много я хочу нафармить 60 лямов серебра и в принципе я уже практически за маленькое количество дней уже почти нафармил все эти 60 лямов серебра и это прискорбно что имея практически все прям танки в игре фармить серебро стабильно много и с комфортом я могу на одном танке и плюс еще про жетто в том лично для меня у меня очень сильно горит сейчас от стрельбы она настолько некомфортно и неприятно и но на про жетто барабан на три снаряда который сам все время подзаряжает снаряды недостающие между пульками быстрое кд хорошая точность стабилизация сведения и если полетела мимо у меня все время про запас есть еще снаряды и даже если что-то полетела не туда то в целом я могу еще пострелять и и почему-то как-то перестает гореть от стрельбы но вот на других танках я вообще не могу видеть стрельбу меня прям аж раздражает поэтому лично в моем ангаре сейчас в нынешнем рандоме стабильно много и хорошо как прям раньше фармилась по стука за бой фармит всего лишь там полтора танка прожитый ренегат все больше ничего не фармит прям чтобы прям каждый бой я хочу 100000 каждый бой минимум 100 100 100 иногда и по 200 если затащил хочу много серебра каждый бой и такое может только прожитто и почти также ренегат но на прожитто легче и стабильный но буквально год назад таких танков было намного больше а сейчас не получается вообще то ли это из-за того что скилл у всех просел ибо и не совсем адекватные ты не успеваешь прожита он успевает везде наплевать свои барабанчики со снарядами и тем самым поучаствовать везде настрелять много урона много насветить то ли он сейчас максимально подходит под нынешний рандом то ли я не знаю мое мнение что сейчас большинство прям танков просто мусор именно для фарма тем более когда сейчас почти все играют на голде в каждом бою большая часть игроков которые мне встречаются стреляют голдой о каком фарме идет речь у них я вообще не знаю в меня сейчас редко кто стреляет бэбэшками при том что я играю на ватном танке у него нет брони то есть люди просто не задумываясь заряжать фулл голду и тупо шпилят на фулл голде либо у них очень много серебра либо им надоело не пробивать хотя я играю на прожета в нем ноль брони и многие говорят что нет фарма в рандоме так с ними до паек перестань стрелять голдой поставь просветленку сядь на танк который максимально подходит под фарм по типу прожета и будет много серебра короче я не доволен тем что выбора танков для фарма почти нет вообще в игре и не понимаю зачем все стреляют фулл голдой в принципе мне на прожета пофигу в чем меня стреляют главное чтобы фугасами не пробивали особенно арта на 1100 сегодня нормально залетела не влияет с вами был варчик карате красиво всем пока